Идеальный завтрак для ребенка, для того, чтобы заложить ему здоровье на всю жизнь, вырастить сильного лидера, способного к интеллектуальным нагрузкам и умению находить креативные решения. Этим видео я открываю долгожданный цикл уроков про детское питание и детское здоровье. Меня зовут Регина Доктор, я практикующий врач, терапевт, диетолог. И немногие знают, что та самая Регина Доктор началась как раз-таки с детского питания. У меня трое детей, моей старшей дочке 13 лет, и вот когда она родилась, стоя возле кричащей Амалии, возле ее стульчика для кормления, не зная, как набрать вес, как убрать проблемы с животиком, я заинтересовалась питанием, начала изучать диетологию. И именно из темы детского питания, проведя в своей первой в жизни семинары как раз-таки на тему детского питания, прикорма, синдрома Малаешки, я пришла в общую диетологию, начала заниматься снижением веса и лечением различных заболеваний. У меня есть книга, которая называется «Детское питание в большом городе», которая на сегодняшний день является бестселлером и победителем премии «Здравомысля» от Минздрава Российской Федерации, где собраны все основные аспекты по детскому питанию и здоровью. Своеобразная, знаете, инструкция к ребенку и как маме троих детей, и как врачу детское питание – одна из моих любимых тем вообще в медицине. Может, просто потому, что закладывая детское питание с самого раннего возраста, мы с вами ответственны за воспитание и формирование здоровой нации. Итак, самое первое, с чего я начинаю всегда детское питание, независимо от возраста, это с правил завтрака, с правил приема в пище в целом. И вы сейчас узнаете, что и детское, школьное, общественное питание построено неправильно, и проблемы, которые мы имеем со здоровьем, с животиком, с аллергией у детей – именно отсюда. И самое главное, вот совершив эти простые действия, сейчас, сегодня, прямо после просмотра видео, вы даже закажете правильные продукты и завтра сделаете идеальный завтрак для своего ребенка, вы уже сильно улучшите его здоровье. Ребенок будет реже болеть, с раннего возраста заложите правильное пищевое поведение, ребенок сам будет у вас просить полезную пищу, так сделать можно. И риски заболеваний, а сейчас гастриты у детей на секундочку с 4 лет, все риски заболевания значительно снизите. А зачем маме здоровый ребенок? Для того, чтобы испытать кайф материнства, заниматься при этом своей реализацией, не сидеть постоянно на больничном, зная, что ее ребенок растет и развивается, я вас приветствую, у меня на ютубе в цикле лекций по детскому питанию. Прямо сейчас, если вам тема детского питания, детского здоровья важна и интересна, поставьте лайк этому видео, я буду знать, что нужно делать для вас больше таких уроков, но мы приступаем к завтраку. Как я люблю начинать любое видео про завтрак, самый бесполезный завтрак – это какой у нас? Это каша. Просто есть каша на завтрак, одни угреводы, это не сытно. Через час после такой каши хочется сразу есть снова. И это большая ошибка и в детском питании тоже. А что мы видим в детском питании? В общественном детском питании в садике это каша с сахаром, какао, например, на завтрак. В школе это тоже завтрак и чай, например, с сахаром. И поэтому на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения нам обрисовывает две проблемы в питании детей. Номер один – это избыток добавленного сахара, а он должен в детском питании составлять всего 5%, не более. А сейчас в современном питании детей это 25%. Представляете, какое превышение? И второе – дефицит белка. То есть у нас мало белка у детей, мало аминокислот, а белки – это строительный материал, а организм – это растущий. Каждый гормон, каждая иммунная клетка по своей структуре белок, и, естественно, количество белка страдает, приходит на это место жировая масса, плюс малоподвижный образ жизни. Поэтому, пожалуйста, первое правило, которое мы должны исправить сегодня, прямо сегодня, сейчас – это к той самой каше добавить белок. В качестве белка идеально это яйца для всех. Уже знаю вопросы, есть ли у ребенка аллергия на куриные яйца. Если это действительно иммуноглобулин Е, подтвержденная аллергия к куриному яйцу, можно попробовать перепелиный. Если к перепелиному тоже аллергия, то пока временно заменяйте на другие виды белка. Это творог. Мясо, рыба, птица идеально для детей – это сосиски на завтрак. Но, внимание, слово «сосиски» – просто красный флаг. Сосиски какие должны быть из натурального мяса? То есть из фарша цельного, приготовленные самостоятельно дома, либо купленные где-то в правильных местах, где внутри сосисок цельный фарш мяса. Это может быть язык на завтрак, какая-то домашняя ветчина. Потому что вторая ошибка и второй неправильный элемент в завтраке у детей – это ультрапереработанное красное мясо, являющееся на сегодняшний день фактором риска онкологических заболеваний. То есть, представляете, нам Всемирная организация здравоохранения 100% говорит, что сосиски, сортельки, колбасы, салями и так далее. Вот это все ультрапереработанное приводит к развитию рака. Нужно ли нам это включать в детском питании? Опять скажете, в школах, в садиках везде сосиски. Да, присутствует, поэтому мы с вами изучаем. Сейчас будет третий шаг и третья стратегия – завтрак дома. Вот приучите, пожалуйста, ребенка завтракать сразу дома. Потому что пока вы его разбудили, собрали, довезли, проходит полтора-два часа, иногда в больших городах. Желочный пузырь, весь объем желчного пузыря, который копил в себе всю желчь за ночь, остается наполненным. Это приводит к развитию заболеваний желчного пузыря, холециститу. В целом заболеваний ЖКТ-гастрит, потому что желудочный сок все равно выделяется. Желудочный сок – это агрессивный фактор для слизистой желудка. То есть ребенок встал и едет с вами в такси или на машине до садика и до школы. В это время его желудок полон желудочного сока. Желочный пузырь наполнен желчью, и это все не опорожняется. То есть обязательно нужно взять за правило, ребенок встал, почистил зубы, гигиенические мероприятия, а в первые 30 минут накормить ребенка дома. А с возраста 6-7 лет – это уже нейропсихологи и педагоги нам дают этот совет. Приучить ребенка, чтобы с 7 лет он мог себе завтрак приготовить сам. Приготовить мы не имеем в виду какие-то сложные гастрономические таланты, но взять яйца, заранее отваренные из холодильника, наложить себе творог, даже простым способом приготовить омлет, сделать себе кашу, либо разогреть все, что имеется, обязательно к этому ребенка приучите. Предполагая огромное количество, Регина, у нас ребенок не будет ни мяса, ни овощей на завтрак, вообще ничего не ест у меня малоежка, я для вас сделала подробную инструкцию. 8 способов накормить малоежку, и в конце этого видео я вам расскажу, как его забрать совершенно бесплатно для каждой мамы. Четвертое, что нужно для идеального завтрака, и мы здесь говорили про желчный пузырь, и люди, которые давно меня слушают и читают, знают уже физиологию организма. А это что, жиры? Конечно же, нужно обязательно жир, чтобы сократился желчный пузырь, был продуктивный выброс желчи, и все, что за ночь копилось, желчь выбросалась в кишечник, и выявилось все ненужное. Кстати, снижает холестерин и для взрослых, и для детей. Итак, в качестве жиров что мы добавляем? Идеально в кашу сливочное масло, 5 грамм сливочного масла, совершенно спокойно добавляйте. Это может быть и растительное масло, нерафинированное. Чайная ложка оливкового нерафинированного масла, не скажи, горькая, специфически в привку. Дети обожают нерафинированные масла, но такие, как грецкого ореха, миндальное масло, кунжутное масло нерафинированное. С удовольствием вот этот вот ореховый привку, знаете, любая даже гречневая каша, овсяная каша с нерафинированным маслом, например, грецкого ореха, приобретает очень невероятный вкус. Это еще и расширяет пищевое поведение, вкусовую матрицу, поэтому приучите, пожалуйста, ребенка. И пятый компонент, который я рекомендую включить в детский завтрак, это овощи. Приучите, пожалуйста, ребенка к овощам, потому что вы знаете про 5-6 порций овощей и фруктов, про запоры, которые всегда у детей связаны с дефицитом клетчатки. 20 огурцов в день количество клетчатки, которое должен съесть, например, школьник. Съедает ли ребенок? 100% нет. Вот самое простое правило по клетчатке. Завтрак, обед, ужин, три основные прием пищи. Туда добавить эти овощи. Что может быть в завтрак овощами? Это просто слайсы огурцов, например. Или ломтики огурца, моркови, болгарского перца, томатов, редиса. Дачный салат, огурцы, редис, зелень. Салат огурцы и помидоры у каждого есть дома. Капустный салат из свежей белокочанной капусты с морковью, с солью, количеством укропа и масла. Морковный салат со свежей брокколи и курагой. Безумно любят дети. Вы можете даже овощи добавлять в омлет. То есть в омлет, который готовите, добавить брокколи, цветную капусту, листья какие-то зеленые, шпинат, пожалуйста, железо, витамины группы В. И когда ребенок садится завтракать, вы предлагаете ему начать с овощей. Когда он хорошо будет пережевывать эти овощи, это стимулирует выработку желудочного сока. И ребенок остальную пищу будет есть с большим аппетитом. То есть тот же омлет, например, или язык говяжий с кашей, он с удовольствием съест. И для школьников, особенно выпускные классы, у кого большая имственная нагрузка. Или для деток, кто занимается активным спортом. То есть, например, у вас у ребенка две тренировки в день. Или одна полуторачасовая. Добавьте в завтрак простые углеводы. Это может быть какая-то выпечка, печенье, сухофрукты, пару фиников. Горький шоколад с содержанием какао, там более 70%. Именно такой процент какао позволяет получить еще антиоксиданты полезные. Все, полноценный прием пищи завтрак. Вы знаете, вам большое спасибо, скажет ваш педагог. Учитель, к которому придет ребенок, сытый, довольный, проснувшийся, заниматься. Он не будет отвлекаться на чувство голода. И он не будет отвлекаться на резкое повышение сахара, крови. Соответственно, дофамина, когда он просто съест кашу с сахаром и чай с сахаром в школе. И то через два часа после пробуждения. Педагог получит ребенка, который готов учиться. А это уже интеллектуальное развитие и гармоничное развитие личности, лидера в целом. Мы разобрали пять компонентов идеального завтрака для ребенка. Теперь для тех, у кого дети мало ешки, причем в самом разном возрасте. У вас может быть ребенку годик, и он ничего не ест. А может быть и 10 лет ребенок отказывается. Одни макароны просят. И целый день пиццу и сосиски. Специально для вас я разработала подробную инструкцию 8 способов накормить мало ешку. Переходите в описание к этому видео. Нажимайте на ссылку, вы попадете к нам в телеграм-канал, который посвящен конкретно детскому здоровью. Там очень много материалов, методичек, информации. Вы уже можете пользоваться всей полезной информацией нашего телеграм-канала про детское здоровье. И там в канале вы заберете себе 8 способов накормить мало ешку. Эти способы очень удобно распределены по возрастам. Потому что методики, работающие для деток 1-3 лет, совершенно не подходят для детей, например, подростков. Внедряются эти методики. И поверьте, есть такие принципы. Матрица вкуса в головном мозге пустая с рождения. Все, что мы закладываем, то и любит ребенок. Пищевое поведение можно корректировать. И многие взрослые, кто с неправильного питания перешел на здоровое питание, сбросил вес, тому доказательство. И, естественно, лучшее время это сделать с детства. Более того, детям очень нравятся эти игровые методики. И ребенок, наконец-то, не воспринимает информацию о питании, как только просто это полезно. Применяйте и ставьте лайк этому видео. Если вы хотите на тему детского питания и детского здоровья от меня больше видео, будьте здоровы и на этот раз всей семьей.